добрый день ladies and gentlemen меня зовут яков файн и сегодня 14 ноября 2020 года я нахожусь в городе нью-йорк с чем вас и поздравляю и так валерий пишет валерий спрашивает или говорит яков спасибо за интересное видео смотрю вас вместо новостей могли бы вы рассказать может ли человек из другой страны например из украины купить акции как вы это сделали что для этого нужно спасибо я собираюсь потратить минут десять отвечая на такой вопрос не потому что я знаю как покупать акции из украины и этого не знаю если кто-то думает что я сразу же вам отвечу то можете выключить сразу этот это видео но я хочу вам просто сделать такой небольшой ликбез я думаю что наверное половина из моих слушателей и зрителей не знает вообще what's going on как люди покупают акции продают зачем они нужны что это значит заработал деньги на акциях и так далее поэтому давайте-ка проведем проведем минут десять с таким ликбезом во первых я зайду сейчас одну секунду во первых я зайду на сайт гугловский который вот она который показывает последние цифры с разных сток exchange сток exchange это биржа там где продаются покупаются стоки сток это акция чтобы еще более было понятно скажу что компания любая компания может просто проходить несколько стадий своем развитии она может оставаться всегда частной ну например я могу делать свою компанию она моя навсегда я могу закрыть я могу и открыть я полный хозяин этой компании или может быть там два партнера три партнера пять партнеров у нас допустим по 20 процентов шерс по 20 процентов шерс это 20 процентов доля компании опять же мы можем всю жизнь работать как частная компания ник и это наша компания хуже лучше не к ней ничего не дело но компания может выйти на так называемыми сделать то что называется и не шел пабликов она может сказать ну что ребята хотим предложить вам наши акции на продажу вот мы напечатали грубо говоря 10 миллионов акций из них 5 миллионов мы хотим отдать в свободную продажу купите и будете владеть капелькой нашей компании у нас будет лучше вы выиграете у нас будет хуже вы проиграете но вы будете участвовать в деле этот и вот после этого и не шел паблик пабликов фринг которая не так просто делается это не то что я вышел на угол и крикла ей бери мои акции а почем вот в общем если бы компания x хотела сделать то что называется я не шел пабликов фринг то они должны были нанять другую компанию которая бы это дело все изучила и и финансовые дела приходы расходы дебит кредит сдал принял и сказали вы заполнили все правильные бумаги с одной из бирж с одной из stock exchanges что мы хотим быть we want to be listed он здесь stock exchange мы хотим to be listed мы хотим чтобы вы нас взяли список акций которые продаются на вашей бирже например nasdaq или nyc и вот когда делается подготовка вот этого и не шел паблику офферинга то компания которую вы наняли очень дорого стоит который знает как это делается они сказали судя по вашим финансовым бумагам мы считаем что вы должны выпустить акции стоимостью по 8 долларов каждая и столько-то акции мы выпускаем на рынок угадали они с этой ценой 8 долларов или не угадали никто не знает пока рынок сам не не начнет покупать или продавать или игнорировать и так далее и вот такого-то числа выходит компания мы там смотрим и видим что компания x у них и не шел пабликов ринг айпио с этого момента можно покупать и продавать акция буду бы я покупаю акции объем или я получил год этой компании x угадали вы или никуда не угадали я не знаю ну есть всякая информация о компании новости они делают то то они делают это вам нравится вам не нравится вы считаете что это перспективно и так далее вот и таким образом вы можете ее покупать как и это возвращаясь к вопросу товарища из украины и как я уже сказал я не знаю как из украины еще специфичного какие в украине есть законы которые регулируют покупку или продажу акций на заграничных для украины биржах биржи есть разные в разных странах но я естественно я знаю в основном конечно же наши американские биржи и у нас это очень просто во первых вы должны знать что вы должны открыть счет на какой-то в каком-то brokerage house или brokerage firm фирма которая занимается покупкой и продажей акций ну откроете вы счет ну давайте скажем так давайте скажем так для начала ведь я уже вам показываю страницу google finance который показывает ситуацию с рынками и с конкретными стаками давайте отвлечемся пока от этой странички мы к ней вернемся ну допустим я хочу понять сижу я такой в украине и думаю как бы мне прикупить пару акций я программист там уже отложил там 10 тысяч долларов и хочу на них купить акции как мне это сделать вы хотите вкладывать доллары естественно не гривны же и вы хотите вкладывать и где-то где очень стабильная финансовая система конечно же это мы америка не снисто процентов мы тогда скажет там что там ваш нью-йорк лондон мне нравится больше хорошо пусть будет лондон я вам говорю про америку в америке очень жесткая регуляция финансовой индустрии то есть очень много правил что резко снижает на сегодня ситуацию когда вы будете обмануты скажем недобросовестная компания какая-то как-то попала на рынок и вы ее купили они они лопнули а вы не ожидали ну что-нибудь такое одним словом здесь идут очень жесткие проверки очень жесткие проверки прежде чем какая-то транзакция будет одобрена и ваши денежки примут и ку и вы на них купите что-то и это не какие-то левые деньги то есть вы думаете если у вас лежит там мешочек мешочек наличных вы можете их положить в американскую брокерич компанию вы не можете у вас их не возьмут ну короче говоря надежная жесткая система про слово надежная поговорим чуть позже итак вы должны давать я на 5 я прикидываю с парнем с крещатика сижу я вот тут у себя в своей квартирке на крещатике или на печерске и думает надо поискать что там яков говорил брокерич brokerage firms раз окей 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 что он не показывает некоторыми я уже конечно знаю давайте листанем вниз ну вот например 11 лучших онлайн брокеров 2020 год которые могут вам стал делать сток трейдинг покупать или продавать стоки давайте-ка посмотрим на них вот я смотрю на этот списочек и сразу вижу знакомые имена мощнейшие сильнейшие имена например файдэлити или мэри линч или и трейд или тидио мэри трейд вот крутые серьезнейшие компании с десятками или сотнями тысяч работников в этих компаниях надежная как как стена хотя и стены тоже падают и так если вы решили какую-то из них есть всякие рейтинги и так далее есть требования по сумме на счете вы должны денежки занести чтобы купить что-то правильно вот и вы допустим решили мэрил кстати мэрил чем удобно мэрил это свое время они слились с bank of america bank of america это банк крупнейший банк и bank of america и мэрил работают вместе если вам надо переведить деньги из одного счета в банке на другой счет сюда то это удобно если нет но это не принципиально если у вас лежат какой-то там приватбанк или как там или тиньков если вы имеете право перевести деньги с вашего счета в приватбанке или в тинькове или я не знаю как у вас она называется то в принципе вы уже практически все сделали вы должны открыть счет в одной из этих фирм когда вы откроете счет нажмете на кнопку ну например там тиди амери трейд опаны каут get excited и вы заходите к ним на сайт создаете аккаунт и так далее читаете все что вы хотите и у вас есть аккаунт на котором нет денег это очень круто на такой аккаунт много не купишь говорю вам сразу что вам надо делать вам надо позолотить ручку вам надо на этот аккаунт который вы открыли вам нужно положить деньги перевести деньги и вот сидите вы у себя на крещатике зашли в свой приватбанк аккаунт онлайн я не знаю так это или нет но я думаю так и говорите там нажимаете где-то в менюшку и говорить я хочу перевести деньги вас просят откуда из приватбанка а куда на вот вот банк вот счет тиди амери трейд который находится в америке если вам в это разрешено опять же не знаю законы украинские то бум у вас там лежало 10 тысяч долларов к примеру или 1000 долларов привате нажатием на кнопку моментально или через три дня эти деньги перекочевали к нам сюда в тиди амери трейд вы конечно будете нервничать сначала а вдруг эти сволочи пиндосы украдут мои кровно заработанные 10 тысяч отвечаю не украдут и у вас уже есть 10 тысяч на этом тиди амери трейд да я не не работал и у меня кстати был с ними контракт пару лет назад но программистки они конечно не такой и допустим я хочу посмотреть на apple у каждой компании есть тикер называется или символ компания apple имеет символ и и пи эл примеру я нажал она мне показывает что то есть такие стоки не будем в детали входить на сегодня они продаются по 119 долларов и 25 центов за штуку так они закрылись мы говорим закрылись это значит как они закончили торговаться в последний день когда биржа работала данном случае это была пятница вчера то есть вот они поднимались в течение дня до 119.6717 они опускались до 117.87 это в долларах и центах вот так они колебались вот допустим да и тут какие то могут быть могут быть и полезные статьи об этой компании и так далее но если бы у вас был уже счет с ними открыт аккаунт был с этим ну в данном случае тебе вы бы зашли на свой счет посмотрели а у меня есть 10 тысяч сколько я могу купить этих шерст давайте посчитаем допустим у меня здесь тысяч долларов разделить на 100 на 120 допустим они по 120 получается 83 шерсть я могу купить я могу на свои 10 тысяч купить 83 акции компании apple но я же не дурак правда я же не могу нести все свои яйца в одной корзине поэтому я не возьму все свои 10 тысяч отложенные на черный день и вложу во фруктовую компанию помните фруктовая компания из фильма как он сказал я во фруктовую компанию вложила и не взлетели вверх форест гамп шикарный фильм один из лучших вообще самых любимых нет конечно скорее я все не вложу а вдруг они пойдут вниз и люди перестанут покупать iphone и макбуки часы и всякое другое добро так вот вы скажете мне я не вложу я давайте возьму три тысячи на три тысячи куплю apple еще на три я куплю что не другое из нефтяное бензиновое чтобы было бельди версификации а еще на 4 тысячи я куплю какой-нибудь компьютерные акции какого-нибудь там не знаю кого кого мы купим с вами amazon не компьютерная amazon amazon идет наверх и будет идти наверх а может я не прав может будет вниз таким образом вы зайдете на аккаунт скажете купи мне столько-то шерст apple столько-то шерст амазона и столько шерстом mobile exxon нефтяная все вы купили вернее как вы купили вы можете купить только если кто-то вам хочет продать правильно как вы покупаете какие типа заказов бывает я мускай потом вам расскажу ну купили вот по рыночной цене все это происходит электронно довольно быстро если вы покупаете известные имена их покупают продают миллионы тысячи акций день то есть вероятность такая что никто не продает практически нулевая это же не то что там компания их которая который никто не знает может не быть людей которые хотят вам продать столько-то акций короче практически это доли секунды и у вас с вашего на вашем аккаунте появляется что вы купили скажем 30 акций apple 40 акций там чего там mobile exxon и 250 акций чего не другого вроде бы купили но еще есть дальше пойдет так называемый сеттлмент сеттлмент чтобы сделка полностью прошла там будет проверяться ваш аккаунт их аккаунт ну короче целая процедура три дня будет сеттлмент у вас достаточно было денег на аккаунте если они снимутся не снимутся они с вашего аккаунта они остаются на этом ну в данном случае у кого в каком брокерч хаус сидим они там остаются но они вложены в эти акции и теперь если у вас было десять тысяч сегодня будет ли завтра десять тысяч а может быть десять тысяч двести может быть 9700 а может быть 11 стало тысяч каждый божий день вы когда биржа работает пять дней недели вы можете заходить сюда здесь вы скажете я хочу построить себе watch list я хочу следить за какими-то акциями вот конечно за теми что вы купили и вот здесь у вас все будет мигать когда она зелененькая это значит идет наверх когда она красненькая это значит идет вниз или там розовенько вы можете там нажать и посмотреть на сколько они выросли там ford motor company у них символ f да и вот они выросли это было вчера на 0,33 доллара на 33 цента они выросли ну или в процентном отношении это аж четыре процента это огромный 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 рост конечно же или вот там netflix да что увидите вы они сегодня стоят 482 и они упали на 0 81 доллара есть не только акции вы можете сказать я не хочу покупать конкретную акцию apple а вдруг они начнут падать я не угадал можно чтобы себя обезопасить купить индекс индекс это группа акций которые представляют нечто вот например с пивой символ вы их покупаете как будто бы эта акция но она называется не акция и т.ф. exchange traded fund по моему она она покупается как будто бы эта акция в нее вот за этим символом стоит я не знаю сколько 500 или около того 500 самых мощных компаний американских они сделали их индекс они их индексировали создали новый продукт назвали его sp y если экономика идет хорошо эти 500 самых мощных компаний поднимаются и хорошо выступают хорошие них результаты продажи и так далее то ваш этот этот индекс идет наверх ведь она выглядит как будто вы купили сток одной компании но это нет это индекс понимаете но вы покупаете продаете их точно так же как и стоки то есть если вы вообще ничего не знаете только хотите зайти в рынок чтобы особо не переживать я бы вам посоветовал купить какой-нибудь индекс например sp y хороший индекс или qqq но он представляет он предоставляет давайте посмотрим на qqq например он представляет нас так на нас таковский сток и эксченж на рынок nasdaq там продаются в основном технологические компании но тоже это не одна компания а это индекс если технологические компания и весь рынок будет набирать то соответственно вот ваш вот этот qqq будет набирать это намного более безопасно Есть ли вариант, что вы потеряете денежки, застрахованы ли они? Теперь давайте сделаем мухи отдельно, котлеты отдельно. Первый случай, когда у вас деньги просто лежат в банке. Второй случай, когда у вас деньги лежат вложенные в какие-то финансовые инструменты, вот как я вам показал, стоки, индексы и так далее. Деньги, которые лежат в банке у нас в Америке, застрахованы на сумму до 250 тысяч долларов. То есть, к примеру, вы положили 250 тысяч долларов в Bank of America, такой банк есть, или JP Morgan, или Chase Manhattan Bank, или TD Bank, ну куда-нибудь. Вы положили туда деньги. Там они ничего не будут зарабатывать практически, ну какие-то жалкие слезы. Меньше там, чем полпроцента сегодня они будут зарабатывать. А вы же положили 250 тысяч туда. Есть ли вариант, что вдруг Bank of America объявят банкротство, выйдут из бизнеса и скажут, извините, ребята, что вам должен, все прощаю. Ответ. То, что выйдут из бизнеса, вероятно, есть, хотя его очень маленькое, такой крупнейший банк, 250 тысяч человек работает, даже больше, наверняка. Но, если это все-таки произойдет, in the unlikely case, вряд ли. Но если это произойдет, ваши вклады застрахованы на сумму до 250 тысяч долларов. То есть, у вас там было 249 тысяч, к примеру, лежало в Bank of America, Bank of America оботкрутился, они застрахованы, и страховая компания, которая страховала их, вам вернет эти деньги. 250 тысяч долларов. Вы не потеряете ни копейки. Если вы там держали, скажем, 300 тысяч долларов, то 250 тысяч из них застрахованы, а 50 тысяч могут пропасть, если Bank of America выйдет из бизнеса. Понимаете? Это так называемый FDIC-insured. Что касается денег, которые у вас лежат на brokerage аккаунте, вот, как я вам сказал, например, TD Ameritrade, или Maryland, или Charles Schwab, те деньги не застрахованы. Там вы можете полностью пролететь. То есть, как я вам приводил пример, у вас были 10 тысяч, вы их вложили во что-то, и они идут, вы неудачно вложили, вы купили какие-то левые компании, они очень такие рискованные, они не оправдали доверия, из ваших 10 тысяч, они падали, 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 и у вас уже там 2 тысячи долларов. Вы можете написать жалобу королю? Я, Сидор Петрович, как вы, суки, можете, я 10 тысяч положил, а теперь эти стоки потеряли деньги, у меня осталось 2. Верните мне еще 8, у моих кровно заработано. Они вам скажут, ха-ха-ха, see you in court, увидимся в суде. То есть, там ничего не застрахованы, там вы можете все потерять. Ну, конечно, надо быть полным идиотом, чтобы вложить деньги все в какие-то очень рискованные компании. Надо создавать какое-то портфолио, в котором есть всего по чуть-чуть, где-то что-то опустится, что-то поднимется, таким образом вы будете жить более-менее спокойно, и может быть даже и припеваючи. Ну вот. Вот такие вещи я вам рассказал, и чтобы закончить ответ этого Валерия из Украины, можете ли вы это сделать? Вопрос, надо разбить на какие-то подвопросы. То есть, общий вопрос был как? Могу ли я, сидя в Украине, вкладывать деньги в, например, в американский stock market, рынок ценных бумаг? Вы должны на себя ответить на такие вопросы. Первое. Могу ли я вообще открыть счет, долларовый счет, в, скажем, американской, в американской брокерич-фирме, или брокерич-хаус, брокерич-фирм, брокерич-компани, you name it. Если да, это уже первая часть сделана. То есть, идите, открывайте, и на него надо будет перевести какие-то деньги. Соответственно, у вас возникает вопрос номер два. Имею ли я право со своего банка перевести доллары на этот вновь открытый аккаунт за границей? Да, нет, maybe. Сколько это будет стоить? Может быть, вы должны налог заплатить? Я не знаю этого ничего. Если вы можете, то вы в шоколаде. По крайней мере, в плане захода на американский рынок ценных бумаг. Значит, если вы можете, то вы переводите какую-то сумму, которую вы хотите рисковать, и начинаете онлайн, используя софт, который эта брокерич-компания отдаст, которую вы выбрали, и будете продавать, покупать. Следить, нервничать, переживать. Вас обуяет жадность, вас обуяет страх, когда будут стоки падать. Сток будет расти, вы будете жадничать, и нет, чтобы продать его вовремя. Вы подумаете, ну вот еще вырастет. А он не вырастет и упадет. Ай-яй-яй, какое горе. То есть, это два основных двигателя рынка. Это greed and fear. Greed and fear. Greed – это жадность, fear – это страх. Вот вы адреналинчику себе подкинете или наоборот поубавите. Скучно не будет. Ну и последнее. Допустим, вы зарабатываете деньги. А еще не последнее. Я хочу вам еще сказать одну вещь. Прежде чем вкладывать деньги куда-либо, попробуйте попробуйте поиграть бумажными деньгами, хотя это не то же самое. Что такое бумажными деньгами? Понарошку это значит. Например, stock trade simulator. Вы можете создавать так называемые виртуальные аккаунты. Многие компании предлагают вам поиграться, поиграться. Official TD Ameritrade, например, тот же Ameritrade. Видите, они вам предложат какое-то приложение мобильное, где вы якобы как будто бы вложили деньги и купили бы какие-то акции. Но на самом деле вы не вложили ни копейки и ничего не покупаете. Это симулятор. Чтобы вообще войти в тему и понять, как это работает. Единственным недостатком является то, что когда совсем другое ощущение, когда вы вкладываете свои денежки и они реально теряются или падают, вы начинаете нервничать, делать глупость. А когда вы играете бумажными деньгами, ненастоящими вы король, король, вот фраер, фраер. Одним словом, поиграйте с каким-нибудь trade stock simulator прежде чем куда-то вкладывать. И последнее на сегодня это если вы заработали. Допустим, вы вложили здесь тысяч, как я вам уже говорил, в какие-то компании и одна из этих компаний заработала денег и у вас уже вообще на счету не 10 тысяч, а 12 тысяч. вы решили, пора обналичить, пора забрать свои денежки, которые я заработал. И тут у нас, по крайней мере, в Штатах случается то, что называется taxable event. Пока деньги росли, пока эти акции росли на вашем аккаунте, они росли вверх, они выпускались вниз, они опять поднимались, но вы же их не продавали. Поэтому налогами у нас в Штатах вы не облагались, пока там это все двигалось. Но как только вы решите забрать деньги, вы их продали акции, все или часть, и допустим, то, что вы продали, заработало какую-то сумму. К примеру, оно, это, заработало тысячу долларов. у нас они облагаются налогом. Это так называемый capital gain. Вы заработали капитал, и он облагается налогом. В зависимости от того, сколько вы держали эти деньги, допустим, вы сегодня купили, заработали, через 3 дня продали, это short term gain. Налог может быть выше, если вы держали год или больше, а только потом продали, налог может быть меньше, ну, скажем так, 20%. Это long term gain. Налог вы должны заплатить. То есть, вы заработали тысячу, из них надо будет 200 отдать дяде Сэму. Такие законы у нас. Как в вашей стране будет это происходить, я не знаю. Вы должны посмотреть на свою страну. Ну, вот и все на сегодня. Такой получился тематический ролик. Знаете, что ничего не гарантировано. Конечно, приятно читать, как кто-то заработал много денег, но, тем не менее, вы должны знать, что такие инструменты есть. Их очень много у нас здесь в чудесных Соединенных Штатах Америки. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok